еще раннее утро здравствуйте всем я оксана жизнь как она есть получили мы коптильню наконец-то это там это как его уголь должен быть палки подогревать чтобы для горячего копчения уголь там это щипа куда не доставить наверное ее на этой ну вот на этой на поддоне поставить в беседку коптить беседки труба какой так ну ёлки-палки в беседку гость поставил так что сегодня мясо пойдет уже в коптильню две недели транспортная не могла доставить их до третья неделя сегодня пошла сегодня звонок пол девятого утра вроде бы как рабочий день еще не начать здравствуйте оксана пауза николаевна я куда ладно уже можно на ты могу уже с вами почти три недели знакомы мужчина посмеялся ну вот с утра привез коптильню ставили возле дома потому что беседку в беседку в беседку она не входит и смысл там беседку нету ставить это компрессор воздух воздух качать не сломай не ищи но сейчас сделаем просто на улице дубачок то уже такой у нас да сколько сегодня давай потрясись правда ты смотрел и ведь говорит на полном серьезе вы не поймешь когда он врет вязали мы мясо повешали на обслужку дверь холодильнике открыта так она у нас провисит несколько часов и потом пойдет в холодильной коптильню будем тремя этапами ну я по ходу расскажу первый этап нашего копчения значит мы просто в духовке с конвекцией делаем обсушку при температуре 60 градусов до достижения внутри 35 37 градусов можно было это делать в коптилке но в коптилке мы ее сегодня с утра испытывали и там уже щепа то бишь там уже идет копчение там уже идет дым это будет второй этап все сейчас внутри мы вставили щуп в мясо сейчас внутри 13 градусов будем ждать когда здесь будет 35 37 градусов он меня запищит автоматически температура на щупе 35 градусов я думаю этого достаточно поэтому я выключаю и сейчас пойдем вешать коптильню на второй этап так коптилку я установила температуру поставила 80 градусов потому что сейчас у нас будет обжарка вот она набирает температуру 54 градуса дань показывай щипу значит щипу используем ольховую засыпай дань у меня засыпает мы первый раз и уже прогнали посмотрели весь конденсат сюда сливается остатки опилок спокойно можно будет убрать отсюда засыпали значит засыпем сейчас пачку нам мало будет еще подсыпем все высыпал закрывай закрывай и поджигай а где это поджигалка сейчас подожгем принципе даже поджигать не надо оно идет само там видать жар еще оставался поэтому нам сейчас остается только повесить нет солнце оно уже идет не надо мясо обсушили сейчас будем вешать на крючочки я надеюсь у нас все войдет это пробная у нас конечно все испытывать будем коптилку коптильню я надеюсь у нас все получится мало того что все получится все еще войдет все вывесили сейчас я подожгу все таки снизу потому что дым перестал идти температуру выставили на 80 и будем ждать начинает идти дым с трубы значит внутри дым тоже пошел температура здесь у нас поднимается она должна быть в комптилье 80 градусов готовность мы поопределим опять же по щупу который я воткнула в мясо и вот установила 70 градусов когда внутри мяса будет 70 градусов значит продукт перейдет на третий этап обработки сейчас там 28 градусов температура почти уже набралась 0 5 градуса вовсю дымит но здесь температура только 30 градусов 30 вот здесь вот показывает 31 это внутри мясо поэтому ну часа два три наверное она будет коптиться третий этап варенок копченой грудинки это будет варка то бишь на дно мы просто поставим противень с водой вот такая коптильня получается как нам объяснил производитель она до минус 35 градусов на улице можно в ней коптить она идет утепленная в железных шкафах которые обычно продают для копчения в них на улице уже там при минус наверное пяти при минус 15 копчение но невозможно будет а так как это утепленное полностью то здесь можно и это коптильня идет два в одном вот этот который сбоку вытяжка это включается вентилятор здесь также можно вялить продукты это не обзор это не реклама мы ее купили нам ее не присылали на обзор мы ее заказали еще когда в июле по моему ли в августе мы оплатили предоплатой и она обошлась дешевле когда оплачиваешь предоплатой мы ждали месяц пока ее сделают заказов было много и вот только сегодня мы получили очень шло долго транспортной компанией и еще по месту мы не могли получить ее то бишь они доставить не могли ее чуть немножко не нас косячила пересмотрела перечитала по новый рецепт рецепт копчения вот этого у меня с сайта ем колбаски там я заказываю всякие приправки оболочки все остальное то бишь третий этап вот сейчас у меня температура 70 заданная и 55 действующие и это уже должен быть 3 этап варки то бишь мы поставили уже противень с водой вот он противень с водой чтобы повысить влажность сейчас мы должны достичь чем температуры внутри мяса вот здесь 69 72 это будет уже готовый продукт это третий этап мы уже поставили там поддон я уже об этом сказала с водом с водой это варка ну все здесь 78 чуть-чуть упала то что я открывала ждем но осталось немножко наверное вытащили первым делом ребрышки потому что мясо на них не так много жаль что камера не передает вот этот вот запах аромат вот этих вот вкусняшек слышите звук звук ножа меня снимать я нажи снимаю давай отрезай где-нибудь кусочек вот где-нибудь ну или разрез разрешу ребрышка посмотрим что там внутри ну-ка ну красота оно готово потому что в ребрышках же не так много мяса а грудинка там еще стоит главное на соль попробуйте кто смелый ну отрежь кусочек мне никто не хочет посмотри-ка прям стеснительные все такие я не могу себя снимать как я буду кушать вы поверьте в воду поверьте правда на слова так вот горячая я не знаю соленовато нет идеальная идеальная ребрышки для су гороха ну не будет до супа горохового нет сейчас просто порежем да попробуем этим на пробу ребрышки суп с ребрышками обалденно наверно будет да ну запах вкусно пахнет да кушаем кушаем так уже вечер конечно свет не тот но оно еще не готово поэтому конечный результат уже после остывания мы увидим завтра или еще рыбки и тоже будем коптить мы сейчас будем баловаться мясо рыбу рыбу мясо отходи это рябушка а это чир чир это обалденно вкусная рыба ты вскрывать будешь сколько килограмм там интересно 38 и довольно-таки недорогой стоимость чира в среднем 450 до за килограмм а к новому году так вообще цена запредельная от 600 до 1200 потому что там рыбку берут на строганину а а это идет на пирог хорошо балычок из него копченый обалденный разморозим посолим и в коптильню хороший нормальный чир свежий главное свеженький нет мир точно через это но муль брали все поймали его на повороте достали сколько 15 штук вот этих больших рыб сейчас растаем ну вернее они будут размораживаться до завтрашнего дня завтра будем солить сутки не будут солиться а этот пласт полностью растаем потом в коптильню